Друзья мои, я от всей души приветствую вас на канале «Строю дом своими руками». Сегодня, к сожалению, у нас получается не очень хороший день для съемки. Просто нереальный ветер. Я вам сейчас покажу, в каких условиях мы сегодня работаем. Натянули шатер, потеряли, правда, от него верхушку. Скорее всего, этот шатер, может быть, даже на плоту потом окажется. Мы пока не знаем. Сегодня Иван работает. Что, опять отрубило? Опять. У нас отрубает электричество периодически, потому что автоматы не выдерживают. Варим в режиме синергии. Очень здорово. Здесь сильно шелестит из-за ветра. Покажу, что мы сейчас делаем. Я вам буду все это показывать сегодня, рассказывать буду завтра. В ролике, конечно, это будет все одним кадром. Сейчас Иван проварит. Смотрите, какие швы получаются в режиме синергии. Ну, просто чудо. Вот. Я сейчас буду их зачищать. Взял две болгарочки на опыт. Сейчас буду их, блин, тестить, короче. Нифига, прижимает по голове прям. Вот в таком режиме мы сегодня работаем. Ну, друзья, чтобы классно отдохнуть, нужно немножко помучиться вот с чем-то подобным. Как бы вообще не проблема, мы в таком режиме уже привыкли не раз. Отрубает. Что-то сильно много переносок я натянул. И слишком много нагрузки мы даем. Потому что я работаю болгарками, Ваня в это время варит. А еще варим пятерку, сейчас металл, поэтому в синергии еще жарко. И в режиме синергии мы включили толщину пятерку. Соответственно, больше киловатт используется. Мы наконец-то закупили весь металл. Вон, смотрите, у нас сколько его, да? Так что эти дни рабочие у нас пройдут просто чудесно. Сейчас мы варим последнюю ферму. И после того, как мы ее сделаем, надеюсь, в этом ролике мы настелим палубу и я поставлю штурвал. Я уже этого очень сильно хочу. Сейчас я включу вам музычку хорошую. И под музыку мы будем работать, а вы будете смотреть. Давайте так, да? По-моему, это оптимальный вариант. Тем более в такой ветер. Ну, периодически я буду что-то рассказывать. Обязательно. Продолжение следует... Это Алтай. И у нас здесь не одно, так другое. То есть вчера была дикая жара, и мы не знали, как в нее спастись. Накрывали разные шатры, и все равно ветром это все кидало. Сегодня у нас льет дождь. Вчера, кстати, Рустам приезжал, вы его все видели. Такой красивой шапке, панамке. Сейчас мы с Иваном все-таки решили биться до последнего. Завтра еще двое приедут. Это Миша и Рустам. Подвезут завтра доски. Мы их покрасим и уложим их уже на палубу. Прификсируем все. Хочу сделать все максимально продуктивно, чтобы полки открывались, закрывались, когда необходимо. Ну, то есть, если вдруг на море качка. Будем придумывать. И с вами вместе в комментариях вы часто мне помогаете, подсказывая, как правильно это все дело реализовать. Спасибо вам большое. Друзья, в видосе часто фигурируют разные новые мои игрушечки, которые вы еще, может быть, не видели. Всегда ссылка в описании, друзья. Многие говорят, перед тем, как что-то нам показывать, делай слово реклама. Парни, ну какая реклама, если я пользуюсь этим? Если бы я это рекламировал и отдавал, то понятно. То есть, это значит, что мне это не нужно, но я за деньги прорекламирую. Нет, здесь реально товары, которыми я пользуюсь ежедневно. Даже кто-то подчеркнул, типа, у тебя уже деко захватил твою стройку. Вот так и есть. Мне очень понравилась продукция этой компании. С ней очень легко работать, и она не подводит. То есть, я уже, наверное, года два, да, пользуюсь этими инструментами. И все, все у меня декошечка. Декошечка и работает просто прекрасно. Прекрасно. Кстати, у меня есть еще и бошечка. Есть бошечка, да? О ней я вам расскажу в следующем видосе, парни. Просто будет немножко посвободнее. И я вам кое-что хочу рассказать вот обо всем этом безобразии. Дождь нам не помеха. Наша задача, друзья, очень понятна. Можно эти картинки уже снимать, потому что мы их уже знаем наизусть. Сегодня мы доварим все фермы, если не начнется ливень. Мне кажется, эта штука будет работать. Ну, 24 бочки, ну куда? Парни предлагают вариант, говорят, давай отвезем на какую-нибудь ближайшую речку, хотя бы одну секцию, зарядим ее полностью и проверим на плавучесть. Но, как вы думаете, стоит сделать? Нет, такое. Если напишите, стоит, отвезем, проверим. Я пошел работать, то Ваня там варит, а я тут филоню. Все, продолжаем. Субтитры сделал DimaTorzok Похоже, мы пройдем через все ипостаси погоды. В общем, сейчас ребята уехали за доской, потому что варить мы закончили. Сейчас я все покажу вам. Красавчик, нельзя, нельзя. Лапу дай, лапу дай. Молодец, нельзя. Можно. Теперь надо накрыть это все доской. Вот. По крепкости, мне кажется, что куда крепче. Смотрите, какая конструкция. Сейчас приедет Миша и Рустам. И с ними мы уже начнем красить его. А то есть обезжирим, немножко шлифанем. Главное обезжирить, потому что много мест, где мы сверлили отверстия, лили масло. Вот эти вещи закроем. И все, и начнем красить. Уже устанавливать палубу. Сегодня штурвал поставлю. Я покажу, как эти тросы будут подходить к нему. Как будет система управления выглядеть. То есть стиль у нас будет такой катамаранный. Там будет вырез именно под катамаран. Короче, прикольно будет. Сейчас все увидите. Ну, во всяком случае, начало работы вы точно увидите. Что бы вы понимали, друзья, для изготовления этого катамарана уже идет четвертая бухта омедненной проволоки. То есть, что получается. Шесть километров проволоки мы уже сожгли. Почти. Ну, сожжем точно. Мы покрасили сейчас вот эту штуку простой кисточкой. Уже начала подсыхать. Ну, это долго и очень большой расход краски. И я вспомнил, у меня же есть краскопульт, который приобрел специально для этих целей. Сейчас мы попробуем им. Вот, кстати, Рустам сейчас красит кисточкой. А мы попробуем сделать это вот этим аппаратом. Я разбавил по схеме краску. Она такая сейчас жиденькая, хорошая. И внутреннюю часть будет красить краскопультом удобнее. Потому что, потому что, потому что просто там фиг подберешься ко всем этим делам. Поэтому вы смотрите, а я это сейчас буду делать. Первое, что нужно сделать, это настроить правильно подающую трубку. Если мы красим вот таким путем, то она ставится так. Если мы красим сверху вниз, то нужно вот эту штуку развернуть. Но так как мы будем красить прямо и немножечко вот так, значит у меня стоит все правильно. Так, компания Декова. Вы это уже видели. Я вам показывал уже этот краскопульт. Но сегодня вы увидите его в работе. Мне кажется, надо жижу чуть-чуть. Она как-то распыляет так, знаешь. Еще бы, знаешь, как-то сделать, чтобы он клинил. Палец не держать? Да, чтобы палец не держать. Смотри. Еще и на раз будет хорошо готово. Видишь, все, я закрасил сектор. Глазного аккумулятора не сел. В комплекте один только шел. Смотрите. Смотрите. Немножко камеру забрызгал. Сейчас начал эти работы. Это один аккумулятор. Осталось всего полторы секции забить. И причем аккумулятор был с покупки не заряжен. То есть начал подсаживаться. Я его сейчас поставил на зарядку. Как утверждает производитель, это очень быстро происходит зарядка. Поэтому ожидаем. Вот. Запылим остальную часть и пойдем уже. В общем, работа, на которую ставил ставки на весь день, скорее всего, выполнится намного быстрее. Смотрите, как красиво смотрятся секции покрашенные. Просто чудо. Да, кисточкой мы, конечно, устали бы махать. Прямо устали бы. А здесь прелесть краскопультом. Да, брат, вот это важный момент. Рустам сейчас сказал. Говорит, а ты что не рассказываешь зрителям, что мы обезжириваем. Первое, мы обезжириваем. И второе, мы красим грунтовкой три в одном. По ржавчине и по металлу, по ржавчине. По ржавому металлу. Рустам здесь обезжирит. Я еще пойду в среднюю секцию обезжиривать, пока мы ждем аккумулятор. И потом мы запылим оставшуюся часть. Вот и Мишаня подъезжает. Пятый член экипажа нашего судна. Мы сейчас будем красить доски. Прелесть выбрал. Прям калиброванные. Идеальные. Так, сейчас где-то там Мишаня. Вот, все знают Мишаню. Привет. Здорово. Трудятся уже вообще. Мишаню уже видели. В тайге не раз, друзья. Бочечки стоят. Да, 14 бочек. Утонет? Нет, как думаешь? Он смотрелся. Когда я пласту сегодня выкладывал, 6х6 полностью, чтобы резать. Скажи, да? Он маленький. Он вообще маленький. Скажи, восхищает прям габаритами. Короче, пробовали кисточкой красить. Потом поставили этот краскопульт. Вообще, в секунду все заливает. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, конечно же, я не мог вас оставить сегодня без фишечки на торте, которую я обещал показать в самом конце. И я всегда стараюсь свои обещания выполнять. Сегодня у меня получилось. Палуба готова. Теперь ее осталось обрамить красиво фрезой. Прикрутить все ламельки к каркасу. И у нас получается супер судно. На самом деле, если честно, друзья, мне казалось, что оно будет больше, массивнее. А оно такое, знаете, миниатюрненькое получилось. Суденочка-то. Прям реально миниатюрненькое. Здесь сейчас кают компания встанет и все. И места вообще не останется. Чтобы вы понимали, на вот эту деревянную поверхность ушло 4 банки краски. Точнее сказать, 3,5. Вот 3 готовые. Еще половинка у меня вон там под столом лежит. Она не разбавлена. Скоро доделаем. Здесь у нас будет стоять штурвал. Это уже точно. Потому что там у нас уже все закладные для тросов. Немножко заляпал я другой грунтовкой. Надо будет еще раз покрасить. Но я и планировал красить какой-нибудь другой цвет. Потому что как-то неинтересно все в один. А для тех, кто не понял, как это работает, я покажу. Смотрите, открываем. И здесь находится внутри вот такая бобина. Она там будет зафиксирована. Когда вращаешь штурвал, тут нам вот он трос, который в свою очередь передвигает мотор. Который будет находиться на корме. Вот. Ну, здесь будет вырез такой катамаранный тип. Это я уже говорил сегодня в видосе. В следующем видео мы с вами продолжим работая по палубе. И он будет зафиксировать. И уже начнем, наверное, варить корид-компанию. Ну, поэтому было бы правильнее, если бы вы подписались на наш телеграм и наш дзен-канал. Ну, а я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Увидимся с вами буквально через несколько дней. Все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.